Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В этом году российской системе дополнительного образования исполняется 95 лет. О том, как она изменилась за эти годы, мы поговорим сегодня с нашей гостьей Ольгой Шустиной, директором муниципального центра дополнительного образования «Рязанский оберег». Что в вашем понимании дополнительное образование? Я понимаю так. Дополнительное образование – это дополнительное образование, которое может поддержаться и родителями, получить дополнительные знания по английскому, по математике, еще что-то. Вот мне ближе было понятие «внешкольное воспитание», то старое, ведь 95 лет великолепной наработки в нашей системе, просто уникальнейшей. Мы знаем, что у нас очень много изобретателей, у нас были очень серьезно развиты технические какие-то виды занятий, прикладного, ну много что было. И вот эта вот возможность внешкольного воспитания, когда дети имели зону свободного поиска своего интереса, они могли сегодня нырнуть в один, как бы сказать, кружок, в другой объединение, познакомиться с одними преподавателями, с другими детьми, с какими-то увлечениями. Вот. И это все создавало возможность ребенку развиваться. Вот. Так вот, я все-таки больше патриот той системы внешкольного воспитания, потому что внешкольным воспитанием должно было быть, ну было все правильно. Занималось и родители занимались, занималось государство очень серьезно занималось этим, и в общем-то специалисты, которые были признаны заниматься детьми. В сегодняшний момент, к сожалению, очень часто мы отцифровываемся, нас отцифровывают, больше надо написать отчетов, больше надо посчитать. Вот, знаете, мне очень нравился был момент, когда в каждом почти дворе была комната, куда прибегали дети, ну сейчас их называют клубы по месту жительства. Вот. И они могли просто туда прийти, в любое время погреться, потоптаться. Был просто один-единственный педагог. И вот, наверное, на сегодняшний момент было бы, ну классной формой, чтобы именно это, ну это опять еще раз говорю, это субъективное мое мнение, развивалось. И, то есть, считали-то не цифрыки, а сколько детей туда нырнул, на этот хороший, теплый, умный огонечек, чтобы было удобнее посчитать, как бы сказать, ну в общем-то специалистам. Ведь у нас сейчас, сами знаете, дети половину, ну 50% да, охвачены. В нашем городе 50% почти охвачены детей системой дополнительного образования, любимая система. И город очень внимательно как бы относится. Вот все, что может, конечно, они делают, но этого мало. Еще 50% у нас остаются вне зоны, как бы сказать, внимания. И вот для этих просто, вот огонечек там, огонечек здесь, а специалисты бы за ними приглядывали. Ну это мне так кажется. Вот. Но, одним словом, мы все стараемся, все, кто работает на, в общем-то, в этой системе, все понимают все трудности, но делают все, что могут. В следующем году юбилею вашего центра исполняется 20 лет. Скажите, где успели побывать и что успели сделать за эти годы? Говорить, что мы, это только мы, ни в коем случае нельзя, потому что мы, это весь город, это все люди, которые занимаются этой системой. Это все люди, которые стараются сделать все возможности, чтобы мы куда-то съездили. У нас много чем можно поговорить. Мы маленькие, у нас маленький очень центр, у нас всего лишь 13 педагогов штатных единиц. Но, тем не менее, за эти годы, почти каждый год мы были победителями всероссийских, международных конкурсов, творческий коллектив. Я вот ни в коем случае не разделяю детей и педагогов, потому что мы учимся у детей. Я всю жизнь учусь у детей. И считаю, что это здорово, когда педагог понимает, что ребенок, его подтолкнул к какой-то новой идее, новые мысли. Это все очень здорово. За эти годы центр, творческий коллектив, своими работами побывал в лучших дворцах России. То есть это и концертный зал России, это и колонны зал Дома Союзов многократно были. Много что для нас было открыто. Одно из ярких впечатлений Пушкинский государственный музей. Вы знаете, наверное, я сейчас только где-то начинаю понимать, где посчастливилось быть. Потому что для многих удивительных специалистов, ярких личностей, это за счастье показать свои работы. А наши дети выставлялись 50 квадратных метров. Нам давали возможность, мы стояли рядом с такими корифеями, как Дагестан, Кубачи или Архангелы Логородцы. Так что нам было не стыдно, не за свою работу. Мы сначала не совсем понимали, что мы делаем. Но если посмотреть на наши работы, как визитная карточка, обычно уже если видят, задача была одна. То есть все работы должны были ассоциативно говорить. Это вот центральная часть России. Это вот, как сейчас говорят про Скопину, красный угол России. Вот это хотелось тогда, еще 20 лет тому назад сказать, красный угол России. Это Рязань. Так что удовольствием было много, участие во многих международках, во многих всероссийках. Даже вот в этом году, что называется, отметились третье место. Наша девочка взяла на международном конкурсе, в международный конкурс Скопин, да, Гончаров. Это же очень престижно. Мы были в счастье за то, что только поучаствовать. А вот получилось вот такое счастье. Я знаю, что ваш центр очень много акций проводит. Расскажите о самых значимых из них. Мне, наверное, говорят, у вас центр народных промыслов. Будьте добры, сохраняйте народный промысл. Но, знаете, я считаю, что, например, такие вещи, как экология, в первую очередь, экология мозгов, да, вот, у нас, знаете, не хватает патриотизма. Как бы мы ни старались, как бы мы ни делали, не хватает патриотизма. И что касается наших акций, то, конечно же, они тоже патриотически направлены. Вот, ну, будем так говорить. Спасибо деду за победу, то, что вы видите на многих машинах, которые сейчас понеслось по России. Это наши педагоги, то есть у нас в нашем обереге родилось. Если говорить о чистых прудах, это наши дети. Лет шесть тому назад собрали 2300 подписей в поддержку. Так мы понимали, что в городе столько где-то прям целый каскад этих самых прудов. И мы очень хотели, чтобы они стали нарядом-ожерелем нашего города. Какие еще? Ну, вот это вот сама игрушка. Это вот подарок города, который делался к 900-летию Рязани. Конечно же, это тоже... И она выжила, как мой тядя говорил, из пяти ноток создать песню, чтобы ее народ запел. Ну, вот поют потихонечку. В заключение скажите, что бы вы хотели пожелать вашему центру и системе дополнительного образования России на будущее? Ну, центру, несмотря ни на что, жить, развиваться на благо любимого города. Вот. А что касается системы дополнительного образования, процветать назло всем врагам. Потому что мы понимаем сейчас, что... Я еще раз опять возвращаюсь. Недополнительное образование, хотя мы называемся так. И мы работаем в этой системе. Побольше обращать внимание на дополнительное воспитание. Как один батюшка говорил, Царство Небесное. Что такое образование? Это создание образа. Что такое воспитание? Это восполнение питания. И вот мы должны всем миром, эта задача должна быть не только родителей, не только специалистов, но и государства, воспитывать наших детей. Сейчас мы пока видим результаты последние 10 лет. Мы видим, подводят это все к наркомании, к безобразию, к бескультуре. Нет культуры речи. Матершина идет осквернение, что называется, всех наших русских богов. Вот. Все наши земли идут, плюют, не понимают это что. Вот это вот элементарное воспитание, когда почитать старшего, когда подняться, когда не хамить, вот этого не хватает. И очень хочется, чтобы это все понимали. И раньше было понятие, что у него не все дома. То есть, когда жалели человечка, у него не все дома. Нет братика, нет сестренки, кто его воспитал. А сейчас у него не все дома, это оскорбительно. И вот хочется сказать, что у нас, наверное, не все дома. Надо все-таки думать об этом. Хочется процветания, дополнительного образования. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин